Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов-огородников Повторяй за мной. Чтобы не отвечать на многочисленные вопросы о посевах, поливах, подкормках, я решила с сегодняшнего дня все свои действия буду записывать на видео, чтобы потом каждый желающий мог посмотреть и повторить все это за мной. Мои видео уроки, конечно, предназначены в основном для начинающих огородников. Это тех, кто в этом году впервые начнет выращивать свои овощи, цветы. Или для тех, кто занимается этим совсем недавно, там буквально год или два, но еще не достиг мастерства, не знает всех секретов. Опытным садоводам это, конечно, неинтересно. Можно не смотреть, как мы тут дырочки будем продырявливать в контейнерах. У них, они все это знают, у них все это вызовет улыбку, а может даже усмешку. Но многим эти знания просто необходимы. Ведь все мы садим, ну, выращиваем овощи и фрукты, чтобы получить большой урожай. Но не у всех это получается. И вот мы с вами потихоньку, шаг за шагом, будем приближаться к заветной цели. Начнем с посевов, потом я вас проведу в свой огород. Заглянем во все теплицы, где выращиваются помидоры, огурцы, перцы, баклажаны. Посмотрим, как цветут, растут цветы, как их размножать принудительно, я вам расскажу. Вот черенкование, пикирование, все это мы пройдем. Но начинается весь сезон, конечно же, с посевов. И вот сегодня этот первый шаг, это подготовка к посевам. Это самое важное для садовода. Что посеешь, то и пожнешь. Народная пословица права. И к посеву нужно относиться очень серьезно. Для этого нужно заготовить, вот я вам приготовила, сейчас расскажу, тару различную. Сюда входят и лотки, и стаканчики, и контейнера, смотря кто что будет садить. Если будете садить цветочки, там питунья или что-то, можно вот такие кассеты приобрести. Если перцы будете рассаживать, стаканчики, можно вот такие кассеты приобрести. Нужно приобрести сейчас. Короче, начнем с лотков. Для посева перцев и баклажанов потребуются лотки. Сейчас почти все пользуются вот такими вот лотками. Ну, ящичками уже никто не пользуется, лотками. Они есть побольше, есть поменьше. Каждый выбирает такой, ну как по количеству. Если вы хотите садить побольше, конечно, возьмете большой. Если садить хотите поменьше, возьмете маленький лоточек. Но дело в том, что они, лотки разные. Есть лоток вот такой низенький, а есть лоток вот такой высокий. Вам в идеале нужен и такой, и такой, но можно обойтись одной высотой. Просто расскажу нюанс. Когда мы сеем, нам не надо много земли. Нам достаточно такого низкого лотка. А когда уже мы будем пикировать растения, слой земли должен быть побольше, и нам понадобится вот такой высокий лоток. Но они продаются все с цельным дном, без дырочек. Нужно обязательно своими руками просверлить в них дырочки. Вот видите, у меня здесь пять дырочек. Накаливаешь гвоздь, делаешь дырочки. Это непременно условие. Пригодятся стаканчики, если вы будете потом рассаживать перцы в стаканчики. Желательно заранее все сделать дырочки. У меня вот сделаны дырочки, надписи сделаны. Все это я заранее сделала, приготовила. Если вы будете сеять какие-то цветочки, вам понадобятся лоточки. Вот. Я пользуюсь простыми лотками. Вот. Покупали салат в магазине. Освободился лоток, сделала дырки. Все. Пожалуйста. Можно сеять петунию. Хорошо входит в мешочек с целлофаной для обеспечения парникового эффекта. Вот сюда я сажу то, ну, что побольше. Там бархат, циастры. Все вот в такие лоточки. Кассеты тоже. Если вы будете петунию сеять, сначала мы сеем в маленький лоточек, потом уже рассаживаем вот так вот по кассеткам. Все, с лотками мы выяснили. Земля. Землю. Тот, кто начинает первый раз, можно купить в магазине пакетик земли. Потому что вы еще сами смесь составлять не будете. Но дальше, когда, ну, как опыт приобретете, опытные садоводы, а лучше на землю заготавливают с осени. Я всегда пользуюсь своей землей. Просто покупаем, весной возят машинами, покупаю машину земли. Я ей же удобряю, подсыпаю там в своей луночке. Ее же оставляю для посева рассады. Потому что эта земля привозится с деревни. Она чистая, не зараженная всякими болячками, болезнями. Идеальный вариант. Те, кто сеет первый раз, можно взять пакетик в магазине. За неделю до посевов желательно его полить фитоспорином. Убивает всех грибковых бактерий. Все, что там может быть какая-то зараза. Он вот такой в твердом виде в пакетике вы купите. Его надо растворить по инструкции. Вот у меня бутылка я уже приготовила. Мне на сезон хватает. В полторашку, в полтора литровую бутылку я развожу весь этот пакет. Он в жидком виде. И по столовой ложке в ведро добавляю, когда поливаю, например, потом помидорки от болезни. Еще вам нужно приобрести для замачивания семян. Вот, например, препаратов много. Я пользуюсь. Эпин экстра. Много перепробовала. Остановилась на нем недорогой сравнительно. У нас вот в городе 13 рублей. Разводите по инструкции. Он, по-моему, на 2 литра. Им я замачиваю семена. Потом его уже поливаю в дорожки. Но в бороздки, когда будем сеять. Им же потом можно немножко поливать. Он стимулирует рост растений. Все. Видео уроки у нас будут короткие. Чтобы вас не загружать информации. Через недельку или через несколько дней мы начнем посевы перца и баклажана. И вот для этого вам нужно приготовить, естественно, семена. Если у вас уже есть, это хорошо. Если нет, вы их купите. Приготовите семена. Лотки с дырочками. Землю. Вот этот препарат. И до этого польете, прольете землей. Чтобы к посеву земля была влажная, рыхлая, обеззараженная. И мы туда будем раскладывать наши семянки. Если вы будете повторять за мной, я вам гарантирую, что у вас будет отличный урожай. Летом вот посмотрите, какие у меня всегда хорошие перцы, помидоры. Какие цветут цветы. Эта серия видео уроков «Повторяй за мной» я уверена, поможет вам превратить свой огород в райский сад. Все. Пока. С вами была Ольга Чернова. Следующий выпуск будет «Подготовка семян к посеву». Ждите следующего выхода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok